Глава 37. Книги пророка Исаии Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои, и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень. И послал Елиакима, начальника дворца, и севну песца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову. И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания, и посрамления день этот, ибо младенцы дошли до отверстия у тробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рапсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И пришли слуги царя Езекии к Исаии, и сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. И возвратился Рапсак, и нашел царя Ассирийского, воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лохиса. И услышал он о Тиргаке, царе Ефиопском, и ему сказали, вот он вышел сразиться с тобою. И услышав это, он послал послов к Езекии и сказал, так скажите Езекию, Езекии царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Вот ты слышал, что сделали царя Ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их, спасли ли Газан, и Харан, и Рецеф, и сынов Едена, что в Фалласарре, где царь Емафа и царь Арпада, и царь города Сепарваима, Ены и Иввы? И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия перед лицом Господним, и молился Езекия перед лицом Господним, и говорил, «Господи Саваоф, Божий Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один, Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь, открой, Господи, очи Твои, и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога Живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны и земли их, и побросали богов их в огонь, но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Божий наш, спаси нас от руки Его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать, «Так говорит Господь, Бог Израилев, о чем Ты молился мне против Сеннахерима царя ассирийского, вот слово, которое Господь изрек о нем. Презрит Тебя, посмеется над Тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед Тебя головою дочь Иерусалима. Кого Ты порицал и поносил, и на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза Твои на святого Израилева? «Через рабов Твоих Ты порицал Господа и сказал, со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его. И откапывал я, и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские». «Разве не слышал Ты, что я издавна сделал это? В древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что Ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин. И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях, и опаленный хлеб прежде нежели выколосился. «Сядешь ли Ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все. Знаю и дерзость Твою против меня. За Твою дерзость против меня и за то, что надмение Твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо Мое в ноздри Твои и удила Мои в рот Твой, и возвращу Тебя назад, тою же дорогою, к которой Ты пришел. И вот Тебе языкия знаменья. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа соделает это. Посему так, говорит Господь о царе Ассирийском, не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы и не приступит к нему со щитом и не насыплет против него вала по той же дороге, по которой пришел возвратиться, а в город этот не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город этот, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахерим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Несроха, бога своего, Адрамелех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Ассардан, сын его, вместо него. Адрамелех.